Всем привет! Сегодня я продолжаю рассказывать о событиях, связанных с тем, что я попал в аквапланирование на наше Infiniti G37 во время дождя. В предыдущем видео я рассказал о самой аварии, а в этом хочу описать процесс общения со страховой компанией и постараюсь вспомнить остальные сопутствующие вопросы, которые пришлось решать. Список этих вопросов в порядке важности. Первое, сделать заявление в страховку. Второе, получить временную машину на замену. Третье, на всякий случай съездить в больницу. Четвертое, заняться покупкой новой машины. Не обязательно новой, короче, вы поняли о чем я. Напомню, что после аварии нашу разбитую машину привезли домой. И вот, типа, сижу я дома, машина разбита, полицейского протокола нет, никакой дополнительной информации нет. Ну, с чего-то аж надо начинать. Первым делом я зашел на сайт страховой компании, щелкнул на ссылки, там, открыть новое дело об аварии. И заполнил форму, в которой спрашивалось, где, когда произошла авария, кто был вовлечен. Просили своими словами, в общем, описать ситуацию. Все заняло буквально несколько минут. К заявлению об аварии я приложил фотографии нашей разбитой машины, ну и стал ждать. Заявление в страховку, это, конечно, первоочередное дело, но нужно было решать проблему транспортного средства. Наша ситуация осложнялась тем, что в семье была только одна машина. Вторым транспортным средством был мой мотоцикл. Без машины в Калифорнии никак, поэтому я отправился в аэропорт, чтобы взять машину в прокате. Лет 15-10 назад аренда автомобиля в специализированных прокатных фирмах была бы, наверное, единственным вариантом. Сейчас появились еще всякие эти каршеринговые какие-то возможности. Но я предпочел именно прокатную фирму, там, официальную фирму, потому что страховка покрывает аренду автомобиля на время ремонта. И я не уверен, что с возмещением оплаты за каршеринг не возникло бы никаких проблем. Поэтому, короче, просто зарезервировал себе что-то недорогое в официальной фирме, взял Uber и поехал в аэропорт. Наша страховка возмещает аренду до 40 долларов в день. На эти деньги мне достался Nissan Altima, на которую мы в итоге проездили до окончания всей этой эпопеи и покупки новой машины. Тем временем, пока тут ездил в аэропорт, туда-сюда, позвонили из страховки и провели интервью, которое, в целом, свелось к повторению тех же самых вопросов, которые задавались в анкете. Ну, или как там это называется, то, что я заполнял на их сайте. Когда произошло, кто был вовлечен, были ли травмы, описать своими словами все, как случилось. После этого мне сказали, что со мной кто-то свяжется насчет того, чтобы забрать разбитую машину с парковки перед нашим жильем. И насчет того, как будет продвигаться ремонт, ну и все остальные вопросы там в том духе. Если обратиться к хронологии фотографий в телефоне, смсах и звонков, то получилось примерно следующее. Авария произошла в полдесятого утра в воскресенье. В полдень машина была дома. В три часа я приехал на прокатной машине из аэропорта. В четыре часа мы в больницу поехали. Поездка туда заняла часа два. И, наверное, около шести вечера все сложные, всесрочные вопросы были более-менее решены. А, еще почти сразу, как только сделал фотки разбитой машины, я послал их в автомастерскую, в которой раньше выполняли какой-то мелкий ремонт для нас. Типа, вот такая авария, можно ли перегнать машину к ним для ремонта? Ну, на это почти сразу получил ответ, что машина в таком состоянии, восстановлению вообще не подлежит и пойдет полностью под списание. От такого прогноза я, конечно, слегка охренел, но переживать сильно не стал по этому поводу, потому что на тот момент было нужно делать остальные более важные дела. Так, авария была 20 августа, в воскресенье, в четверг 24-го, после там нескольких смс-ок, звонков и страховки, разбитую машину такие у нас забрали и увезли куда-то, где они сказали, что будут делать оценку повреждений. Изначально обещали, что заберут там до 6 вечера, и только часов 8 вечера, там уже темно было, приехал эвакуатор, водила там был мексиканец, вообще такой взмыленный, делал все бегом-бегом. Я не знаю, как он опоздал и почему, но процесс забирания нашей машины занял, наверное, меньше 10 минут, 5 минут из которых он там ломом вскрывал багажник, заклинивший, чтобы я оттуда мог наши вещи забрать. После этого он вручил мне какую-то бумагу, где значилось, что он забирает машину, загнал Infinity на эвакуатор, и это был последний раз, когда видел нашу G-37. 28 августа в понедельник, ровно через неделю после аварии, позвонил представитель страховки и сказал, что это именно он занимается оценкой ущерба. Мужик был такой весь на позитиве, энергичный, веселый, первым делом сказал, что наша машина не подлежит восстановлению. На английском это называют Total Loss. В разговорной речи говорят просто Total. Например, там, I totaled my car. Я разбил машину в Total. Ну и мужик говорит, что, в общем, Total Loss у нас. Когда машина не подлежит восстановлению, то страховка возмещает ее стоимость по рыночной цене аналогичного автомобиля на сегодняшний момент. Я про это знал и к тому времени уже посмотрел, за сколько продаются аналогичные Infiniti G-37X 2012 года. Цифры были не особо утешительными, хотя по объявлениям Финики этого года выставляются за 12-15 тысяч долларов. Но если посмотреть, то у всех объявлений гораздо меньший километраж. В основном в объявлениях представлены машины с пробегом где-то до 100 тысяч миль. То есть это меньше 150 тысяч километров. После 100 тысяч миль цена начинает существенно падать, а у нашей было аж 162 тысячи миль. То есть 260 тысяч километров пробега. Если вам в метрической системе удобнее. Мы, конечно, попутешествовали от души на ней за эти 11 лет, пока владели. В общем, когда мужик перешел к расчетам остаточной или рыночной стоимости, он привел цифры, которые свелись к следующему. Я тут сейчас вставлю где-нибудь табличку. Если кому-нибудь интересно, детальная разбивка. Если кратко и просто, то после того, как просуммировать все, что складывается, и вычесть все, что вычитается, то на руки получилось почти ровно 10 тысяч. Честно говоря, когда я делал свои прикидки, то опасался меньшей финальной суммы. Касательно рыночной цены, Fair Market Price в табличке, он сказал, что подобная конфигурация в радиусе 100 миль была продана за 14 тысяч, но со значительно меньшим пробегом. Кажись, 80 тысяч миль упомянул. Ну, а у нас было 162 тысячи миль, как я уже сказал, на одометре. В общем, примерно те же самые расклады получились. Он, кстати, отметил, что общее состояние нашей машины было близко к идеальному. Говорит там, ну, вообще не к чему придраться. Я спросил, сколько бы они вернули нам, если бы мы решили забирать машину себе, чтобы восстановить или продавать на запчасти. Он там что-то посчитал в процентах каких-то непонятных и сказал, что 7900 долларов. Хрень его знает, откуда эта цифра у него получилась. Я так до конца не понял. Я спросил, во сколько, по его прикидкам, вылился бы ремонт, если бы я захотел восстанавливать машину. Он сказал, что около 20 тысяч долларов. Как я понял, он исходил из того, что внешне все эти панели надо менять, а заднюю часть кузова вообще пришлось бы отрезать и приделывать полностью весь новый зад к машине. Он также сказал, что прокатную машину, значит, которой мы пользуемся, разрешено держать там 72 часа после данного звонка с уведомлением суммы, которую получаем. Ну и там, в нашем случае, это нам продлили прокат до конца рабочего дня пятницы, то есть до конца недели. Ну, я тут же назначил на следующий день встречу в офисе страховой компании, чтобы передать им документы на владение машиной в обмен на чек, возмещающий ущерб. Да, кстати, реально отдают бумажный чек, на котором написано там 9935 долларов для ютубера Олли. С этим чеком я заехал в банк, положил его на свой счет. Это было 29 августа во вторник. Все разбирательства со страховкой, начиная от аварии 20 числа и до получения финального чека, заняли, в общем-то, меньше 10 дней. При этом я ни разу не общался ни с кем лично, все решалось либо по телефону, либо через их веб-сайт и смс. Единственный раз, когда понадобилось мое присутствие, это когда я поехал к ним в офис отдавать документы на владение автомобилем на этот чек. А, кстати, как раз когда я был у них в офисе, мне позвонили именно из того дилешипа, где мы купили в итоге вот этот вот наш Forerunner. Но это уже совсем другая история. Ну все, пока.